Слава Богу, братья и сестры! Мир вам! Не знаю, как вы, а я влюблен. Слава Богу, по самые уши влюблен. Мне скоро 60, а я все еще влюблен. Ну, вы, конечно, думаете о моей жене, а вот я нет. Может, вы подумаете о моей гитаре, я тоже об этом речь не веду. Я влюблен в церковь. Я влюблен в церковь. Представьте себе, нет в этом мире второй такой организации. Нет в этом мире второго такого института, о котором было бы сказано. Мы читаем в Ефесянам в первой главе, в 23 стихе. Она есть наполняющая все во всем. Полнота, наполняющая все во всем. В церкви полнота, наполняющая все во всем. Я многие годы учился. Я сегодня работаю в одном из ведущих университетов в мире. Но я вам скажу, я не знаю, что такое полнота, наполняющая все во всем. У меня представления нет, что значит быть полным, 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 полным и еще раз полным. Я не знаю. Я только знаю, что нет границ этой полноте. Нет никаких границ этой полноте. Церковь, тело Христово, полнота, наполняющая все во всем. Ваша церковь тут в городе, вы. Друзья мои, вот когда вот так посмотришь на церковь, ну не влюбиться грешно. А с другой стороны, сравнишь вот эту прекрасную картину церкви, которая является Божьей полнотой, и которой никаких границ не существует, которая способна в принципе на все. Потому что ей сам Бог, Иисус Христос, дает такой наказ, такое повеление. Сравнишь вот эту полноту с нами. Ну, может быть не с вами, но со мной точно. С нами в Германии точно. И как-то тоскливо, тоскливо на сердце становится. Не знаю, как вам, но у меня часто так. Я очень часто задавался вопросом, Господь, ну почему так? Ну вот почему так? Вроде ты столько обещал. Ты обещал, что верующие, следующие за тобой, верующие в тебя, и что следующие за тобой дела творить будут, которые ты творил, и более этого творить будут. Ну если честно, если положить руку на сердце, вы когда последний раз сотворили такое дело, которое сотворил Христос? Ну если честно. Ну что, Христос переборщил? Ну просто-напросто дал нам видение великое, но это видение нереальное, оно несущественное, оно не реализуется практикой. Такого нет на практике жизни. Или есть. Вот я многие годы страдал от этого, буквальным образом страдал, искал ответа. Господь, а в чем же ответ? И много лет назад моя семья и я решили уехать на целый год. Мы это называем субботним годом, между прочим, я всем пастырям это советую, и всем церквям советую, каждый восьмой год отправлять пастыря на субботнее время. Чтобы уехал, уехал подумать, помолиться, предстать пред Господом. Обычно не получается уехать в своей стране, потому что там все знают. И вот мы уехали в Канаду. Уехали в Канаду на целый год, и в течение этого года я провел множество часов в молитве. Спрашиваю Господа, Господь, ну в чем проблема? Ну открой мне, почему мы в Германии не способны жить той церковью, которую ты обещал? Я до этого создал много церквей, 25 всего в Германии, ну не так уже много, ну и не так мало. И все равно эти церкви, ну какие бы они прекрасные не были, как бы они не росли, сколько у них членов бы не было, все равно если сравнить с тем, что обещал Господь. И мне Бог однажды положил на сердце Слово. И вот вы знаете, когда вы знакомы с этим Словом, вы читали это Слово и не раз читали, вы знаете это Слово наизусть, причем может быть не на одном языке, то вам кажется, ну что же я услышу нового? Вы как тот афинянин, понимаете? Вышел Павел, говорит, а они, ага, ну да, уже слышали. И вот сюда влетело, и со скоростью звука по этой гайвэй вылетает с другого уха. Вроде бы и новое, и в то же время, но мы же все знаем, брат, что ты нам нового-то открывать собираешься? Вот так было со мной. Бог мне несколько раз, Дух Святой мне несколько раз показывал это место. Читай, Матвея, 16 глава, 18 стих. Читай, ну читаю, я знаю, что там написано. Там Христос Петру говорит, ты, Петр, и на этом камне я построю церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Я знаком с этим Словом. Я учился в библейском колледже, у нас просто в центральном зале этого колледжа было большими буквами написано это Слово. И я каждый день, буквальным образом, каждый день видел это Слово на немецком языке. Читал на русском, на древнегреческом, на английском. Я говорю, Господь, ну я же знаю, о чем речь. А Он все показывает и говорит, читай, читай. И вот когда читаешь один день, два дня, три дня, один месяц, второй месяц, третий месяц, четвертый месяц, вдруг начинаешь задаваться вопросом, «А что же я не вижу? Может, я чего-то не вижу? Я чего-то не опознал?» И Господь мне показал, что чего я не вижу. Тут написано, Христос говорит Петру, «Я буду строить мою церковь, не твою, не вашу, не русскую, не немецкую, мою церковь». Когда я в первый раз понял, я всегда знал, что Он строит свою церковь. Я же говорю, что мы в церкви Христа, мы любим Иисуса, мы живем в Иисусе, мы живем в церкви Христа, но как только у нас в церкви появлялись какие-то новшества, которые не походили на наш советский стиль церкви, мы сразу же начинали поднимать вопросы. Ну, это мягко сказать, вопросы. И какие у нас были принципиальные дележки? Значит, мы не можем переварить, когда церковь, она становится другой, не нашей. Она не похожа на ту, которую мы знаем. И мне Господь говорит, «Ты строишь церкви, так?» Я говорю, «Да». А какие церкви ты строишь? Ну, я говорю, своим, славянские, немецкие. Ты же знаешь. А Он мне говорит, «А я нет». В Псалме так и сказано, «Если Господь Сам не строит, то что? Не созиждет то что-то, да? Напрасно строит строитель. Напрасно строишь? Я строю церковь, мне Господь говорит, мою, мою. Ну, когда я согласился с этим, я говорю, «Ну, Господь, а что это значит? Если ты строишь свою церковь, а что же тогда это значит?» И Он начал высвечивать передо мной слово «церковь». Вы знаете, церковь на русском языке, это наш русский перевод, слово «церковь» – это не греческий оригинал. И Он заставил меня читать греческий оригинал. А там написано, «Я буду строить мою экклесию». Ну, хорошо, экклесия, я знаком с греческим, я знаю, о чем речь пойдет. Я говорю, «Господь, я знаю». Он говорит, «Не знаешь?» «Не знаешь?» «Экклесия» – это слово, состоящее из двух слов. «Эк» и «калео». И означает это слово «вызванные». «Вызванные». Я говорю, «Знаю». «Мы вызваны, мы вырваны из этого мира, и ты собираешь нас в общество, верующих в тебя, с целью поготовить нас пойти в небо». А он говорит, «Нет». Я говорю, «Как это так? Нет». «Я другого не знаю». Когда я покаялся, бывший комсомольский вожак, я покаялся, меня братья обрабатывали целый год. Через год после моего покаяния у меня не остался ни один светский друг. Никого не осталось. Меня полностью отделили от мира. И братья, но они тогда в ладоши не хлопали, мы же сегодня только в Америке начали хлопать в ладоши. Тогда только на колхозных собраниях хлопали. Они не хлопали, но от радости они бы все захлопали, если бы разрешили. Мы этого комсомольского вожака полностью избавили от мира. У него ни друзей, ни знакомых, ничего не осталось. От меня весь мир отвернулся, и я от него отвернулся. И, между прочим, и я был несколько гордым. Экклесия – это вызванные из мира. Для чего? Для того, чтобы с миром этим ничего общего больше не иметь. Так и написано. Не любите мира, ни того, что в мире. Правильно? И так мы и жили. И мне Господь говорит, Ванюша, он со мной всегда вот по-русски разговаривает, когда надо мне сказать так, чтобы я понял. Он говорит, Ванюша, ты принципиально ошибаешься. Займись ты этой темой. Экклесия – это слово, которое от многих других слов в Новом Завете отличается тем, что она ничего общего с религией не имела. Вот я не знаю, почему вообще Господь решил передать нам Новый Завет на этом греческом языке. Ведь евреи не на греческом разговаривали. Ну вот почему он решил? Вот придумал, взял и решил нам дать свое слово в оригинале на греческом языке. И получили мы его на этом языке. И на этом языке существовало множество терминов, которые очень четко описывали религиозные собрания. Евреи сами, например, они свое религиозное собрание описывали словом синагога. Синагогей. И каждый из них знал. И греки знали. Когда синагога собиралась, собиралось религиозное собрание. Там говорили о Боге, там прославляли Бога. В этой синагоге речь шла только о Боге. Это было божественное собрание, религиозное собрание. А экклезия ничего общего с религией не имела. Вы знаете, что такое экклезия? Экклезия в греческом мире описывало парламентское собрание. Это в городе вызывали на сессию всех имевших голос жителей города. Павел, например, был жителем города какого? Рима. Будучи римским гражданином, он имел определенные права, но находясь в Риме, и когда собиралась римская экклезия, Павла вызывали вместе со всеми другими жителями на большое собрание всех жителей Рима. Он был обязан участвовать в этом собрании. Экклезия – это собрание избранных и имеющих голос. Причем собрание не просто отказаться от города, а взять на себя ответственность за город. Их вызывали на сессию решать проблемы города. И такая экклезия решала все проблемы местного города. Абсолютно все. Когда переводили впервые, это были 70 столковников, когда они переводили Ветхий Завет на греческий язык, они перевели еврейское слово «кахал-яхвей» – «собрание Бога» на греческий язык словом «экклезия». Так там, где в еврейском оригинале употребляется это слово «кахал-яхвей», речь идет о том же самом, когда народ Израилев собирался на вопрос «будем мы вести войну против филистимлян или не будем?» Тогда написано «и собрал Израиль кахал» или «кагал». Вот если вы сегодня побываете в Израиле и попадете в кибуц, но кибуц – это израильский колхоз. Как у нас были колхозы, у них сейчас это кибуцы, коллективное хозяйство. Попадете в такой кибуц, а там несколько все построено, еще по, скажем, по коллективнее, чем это было у нас в бывшем Советском Союзе. И на общем собрании кибуца решают они вопрос, купить трактор или нет. Вы спросите у них, а как называется это собрание? Они вам по сегодняшний день скажут, это собрание называется «кагау» или «кахау». А почему? А потому что мы собраны на ответственность перед нашим колхозом, перед нашим кибуцем, перед нашим маршавом. Мы будем совместно решать вопрос, купить трактор или нет. Построить дорогу или нет. В древнем мире, в древнегреческих городах такая экклесия собиралась зачастую раз в месяц, а может и больше. Если вам когда-нибудь удастся поехать по следам апостола Павла, я вас очень приглашаю, вы посетите город Ефес. Это единственный оставшийся, ну не совсем целым, но там много зданий в полной несохранности, так что видно все детали. И вот когда вы заходите в Ефес, вошли в ворота, вас повели по этому древнему городу Ефесу, и как только вы заходите, вам гид скажет, посмотрите, вот с правой стороны, видите, амфитеатр на Авижу, это ворота города, так они у нас называются, а по-гречески – экклесия. Тут собиралось собрание тех, которые решали все важные вопросы города. Вот подумайте, ну почему Духу Святому понравилось взять светское слово, не имевшее никакое отношение к религии, и сделать из этого слова название церкви? Почему церковь – экклесия? Она вызвана из мир взять на себя ответственность за кого? За мир. Ну вы скажете, брат, ну это может быть так, греческое слово, но ведь сказано, что мы вызваны из мира, чтобы не любить мира. Тут надо понять другую проблему. Вы знаете, что слово «мир» – это так называемый плохой друг. У нас в лингвистике есть такое понятие слова, которое имеет два-три значения. У нас, например, если вы по-немецки скажете, я сегодня была в банке, это далеко не означает, что вы сидели в банке, вы были, может быть, в денежном институте. Так и по-русски. Быть в банке – это не означает, что вы в банке. А вы, наверное, сходили и взяли денег в банке. Слово «банк» оно имеет в русском языке и на немецком языке двойного значения. На немецком, однако, совсем другое, чем на русском. С одной стороны, это банк, денежный институт, с другой стороны, банк – это скамейка. И когда я говорю, я был в банке, это далеко не означает, что я был в денежном институте. Я, может, сидел на скамейке в парке и отдыхал. Вот слово «космос», греческое слово «мир», греческое слово «космос», оно имеет множество значений. С одной стороны, это слово означает, например, творение Божие. А ведь творение Божие – это прекрасное. Кто из нас скажет, не любите творение Божие? Ну, даже нельзя такое говорить. Ведь мы любим это творение Господа Бога нашего в римлянам, в первой главе даже сказано, что мы могли познать Его, и не познавшие Его, Бог отдал людей таких на страшное, страшное отчуждение. И они впали в грехи, о которых речь идет в Новом Завете. И об этих грехах сказано, делающие такое уже в Царство Небесное не попадут. Так вот, слово «космос», слово «мир», наше русское слово «мир» описывает творение Бога. Оно также и описывает, скажем, человечество. Сказать, не любите человека, не любите людей, не того, что среди людей, ну, никак нельзя. Космос – слово со множества значениями. Поэтому, когда мы читаем «не любите мира», не того, что в мире, нельзя так быстро делать выводы. Космос также описывает мир, отпавший от Бога. Систему мира, систему неверия. Вот этого любить нельзя. Но творение Божие, ибо так возлюбил Бог кого? Писятников. Ну, не написано. Баптистов. Не написано. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Ненародного. Для чего? Дабы всякий, верующий в Него, что? Не погиб, но имел жизнь вечную. И нам сказано, как был послан Христос, как Отец посылает, послал меня, так я посылаю вас. Иоанна 20, 21. Мы посланы любить этот мир, как любил мир Господь. Ну, конечно, не мир греха. Ну, конечно же, не мир, отпавший от Господа. Да, это все правильно. Но творение Божие, людей в этом мире, мы посланы в этот мир. Мы не от мира сего. Христос своим ученикам говорит, вы не от мира сего, но вы в мире. И Он не молится за нас, чтобы взять нас из этого мира. Но чтобы мы в этом мире творили то, на что мы посланы. Значит, мы в этом мире, мы вызваны из мира для того, чтобы взять на себя ответственность за мир. И нигде не сказано об этом яснее, чем в Матфея, в пятой главе, в тринадцатом по шестнадцатый стих. Там написано, вы соль земли, и вы свет миру. И, между прочим, говорит Христос, нельзя свет ставить под какой-то колпак, так, чтобы его никто не видел, а свет ставят на самое высокое место в городе, чтобы всем светил. Вы свет миру, у вас есть задание, вы в этом мире не просто так, у вас ответственность за мир этот, вы отвечаете за мир. Экклесия, церковь Христа, вызвана из мира, чтобы взять на себя ответственность за мир. Я вам честно скажу, в девяносто восьмом году, когда Бог мне это открыл, мне просто открылась заново Америка. Я так никогда не мыслил. Для меня это было абсолютно ново, что я в этом мире отвечаю за мир, что церковь поместная отвечает за место, на котором эта церковь строится, что церковь поместная является экклесией этого места, парламентское собрание Господа Бога с целью дать церкви ответственность за это место. Но само слово экклесия, может быть, даже еще недостаточно, тут сказано Петру, я буду строить церковь мою, и тогда врата ада не одолеют ее. Вы знаете, что значит врата в античном городе? Врата в античном городе, это было место, где сидел судья. Это было место, где сидела экклесия. Вот это собрание парламентское, вызванное на решение важных вопросов в городе. Врата – это не просто какие-то ворота. Вот когда вы будете у нас в Германии, некоторые из вас собираются в Германию, приглашаю вас, приезжайте, пожалуйста, и обязательно приезжайте в нашу столицу, в Берлин. В Берлине есть такой музейный остров, и на этом музейном острове находится Пергамонский музей, и в этом Пергамонском музее отстроены ворота города Пергамона. Как они были? Их выкопали, археологи, и перевезли в Германию. Они находятся у нас в Германии, эти пергамонские ворота в городе Берлине. И вот когда вы стоите перед этим воротами, вы будете удивляться, эти ворота вообще не похожи на ворота. Это не ворота, это амфитеатр. Это люди сидели, все и обсуждали вместе вопросы, важные для города. Так я буду строить мою экклесию, и тогда врата, экклесия этого мира, дьявола, не одолеет вас. Почему наш мир находится постоянно в руках ада? Вот почему в Германии, например, в Германии мы не способны, даже президент наш, бывший лютеранский пастырь, он живет со своей подругой при живой жене. И весь народ это знает. Наш канцлер бывший, наш канцлер бывший, у него было четыре жены, и потом появилась пятая. А последнего президента вообще турнули, извините за русское выражение, а почему? У него было две жены, и он, кто его знает, чем занимался. Так откуда в стране такие политики? Мы обычно говорим, страна зарабатывает того политика, которого она достойна. Ну, как так? Я вам скажу, основная масса евангельских верующих в Германии не считает, что их ответственность это ответственность за свою страну. Они не строят церкви под городом и селом, которые отвечают за город, за село. Они не мир этот видят, а небо. Они все собираются в небо. Они не свет миру, они всегда направляют свои прожекторы на небо. Они хотят светить людям в небо. Я иногда сравниваю это, говорю, ну, вот интересно получается, Бог дал тебе маленький фонарик, и ты освечиваешь солнце и говоришь людям, вон оно, солнце. Это же такая глупость, что фонариком ты на солнце посветишь, что ли? Что толку от твоего фонарика против солнца? Что, солнце само себя доказать не может? Когда появляется солнце, все его видят. Солнце никому показывать не надо. А зачем фонарик? А фонарик нужен там, где темно. Церковь, она стала светом темному миру, и только в темном мире ее свет виден. Света церкви в небе не надо. небо само по себе светло. Нам там светить некому. Там от Бога исходит такой свет, что, посмотрев на него, люди умрут, поэтому мы его не видим глазами нашими. Это невообразимый свет, невообразимое солнце. Мы свет миру, мы для мира тут на земле. Мы должны быть там, где темно. Мы там, где не хватает соли. Там, где не хватает минералов. Там, где земля не дает плода, потому что стала бесплодной. Не хватает на этой земле и в этой земле соли. Мы соль земли, и мы свет миру. У нас в этом мире задание с вами. Экклесия – это вызванные из мира люди, собранные Богом в новый коллектив с целью передать этому коллективу ответственность за мир. Если бы всего этого не хватало, сказано во втором послании Коринфянам в пятой главе, что мы есть посланники Бога Живого, посланные в этот мир, проповедовать миру, что Бог во Христе Иисусе сделал что? Примирил с собой кого? Мир. Мы миру должны сказать, что Бог во Христе Иисусе уже примирил с собой мир. Мы его посланники. Мы посланники в этот мир, чтобы показать этому миру, как живут примиренные. У нас нет ссор. Мы живем в единстве. Мы не делимся. Мы живем, как люди примиренные с Богом и друг с другом. Мы любим Бога, и поэтому мы любим ближнего своего. Невозможно разделить любви к Богу от любви к ближнему. Кто любит Бога, а ближнего своего ненавидит, тот что? Лжец. Невозможно любить Бога, и не любить ближнего своего. Да, мы примиренные с Богом говорим миру, что есть возможность примириться с Богом. Слово примирение – сильное слово. Сегодня у нас в быту, в обществе, бытует другое слово. В принципе, такое же, но оно несколько по-другому звучит, и поэтому, скажем, в мире у вас, в англоязычном мире, а сейчас и в России, и на Украине, и везде пошло это слово. Называется медиация. Медиация. Примирение. Медиащен. Медиащен. Примирение. И в университетах целые курсы, там можно сделать мастера или магистра, мастера по медиащен. Бачелес в медиащен. Мастерс в медиащен. Доктор в сайнец в медиащен. Это люди, которые решают конфликты в этом мире, решают конфликты между семьями, конфликты между народами и так далее и подобное. Я очень часто, приезжая в Новый город, у нас там в Европе, сажусь в такси и говорю таксисту, повезите меня, пожалуйста, в центр медиации, в центр примирения в этом городе. Ну, повезите. У нас таксисты обычно не немцы, они все более похожи на турков и плохо говорят по-немецки. И вот я ему тогда говорю этому таксисту, ну, повезите в центр медиации. Он не понимает, о чем речь. Я ему говорю, слушай, вот скажем, вот ты со своими детьми не находишь общего языка, и у вас дома, ну, скандал чуть ли не денно и ношно. Ты куда пойдешь за помощью? Ага, говорит, понимаю. Ну, ты со своим немецким соседом поругался, у вас конфликт. А ты куда пойдешь за помощью? Ага, понимаю. Ну, вот скажем, вот сейчас между Украиной и Россией есть скандал ужасный из-за Крыма, и там чуть ли не война. Ну, куда они пойдут? Им нужны медиаторы. А где эти медиаторы? Эти люди, решающие конфликты. Все европейское сообщество помешалось на своей помощи. Они не знают, как решить проблему. Где эти медиаторы? Ага, говорит, таксист, понимаю, что такое медиация. Ну, говорю, отвези туда. А где это? Ну, я говорю, ну, подумай. И вот он повез меня. Один привозит меня в психушку. Другой в госпиталь. Третий какому-нибудь, какой-нибудь партии. Привезет туда, а потом я говорю, что вы серьезно? Серьезно думаете, что это психиатр? Он решает конфликты, ваши конфликты. Не, говорит, если честно, тоже не верю. Ну, куда мне вас отвезти? У вас какие-то дурные вопросы. Куда ж? Надо отвезти. Ну, в конце концов, я вам покажу адрес. Он увидит там церковь свободных евангельских или церковь веры евангельской или еще что-то в этом роде. Ну, и потом смотрит на меня бычьими глазами. Это что, церковь? Ну, а почему у нас в Германии ни одна церковь не славится тем, что они являются центром примирения? Ну, почему? А почему у вас тут? Я много ездил, делал то же самое у вас в стране. В Чикаго, в Нью-Йорке, в Лос-Анджелесе, в Сан-Франциско. Я часто брал такси, делал то же самое. И за рулем сидел наш армянин. Говорит, куда поедем, дорогой? Я говорю, что, за Кавказом, что ли? Ну, конечно, говорит. Я давно уже тут. Тут Америка такая страна. Говорю, отвези в центре примирения. Говорит, куда? Ну, в центр примирения отвези. А что такое, дорогой? Какой центр примирения? Мы в Америке. Центр примирения. Мы являемся посланниками Бога, которым дано задание сказать миру, что Бог примирился с этим миром во Христе. Мы его посланники примирения. А почему мир этого не знает? И вот за все эти годы, я уже более 30 лет этим занимаюсь, только один раз меня таксист отвез в церковь. Это было в Ташкенте. Таксист был узбек. Мусульманин. Привез меня в церковь, молитвенный дом, где собирались как пейсятники, так и баптисты. Привез меня в этот молитвенный дом. А я его спрашиваю, дорогой мой, зачем сюда привез? Он говорит, только тут такие глупые вопросы задают, как ты. Он привез меня туда просто поиздеваться надо мной. И тот не знал, что церковь есть центр примирения Бога. В этом центре решаются вопросы, решаются конфликты, решаются проблемы людей. Вот сейчас там у нас проблема ужасная. Президент, этот интерим президент на Украине, баптистский пастырь, Турчинов, баптистский пастырь. А я еще не раз, я каждый день по несколько раз смотрю на новости, еще не раз не слышал, чтобы господин Турчинов что-нибудь сказал о Боге. Еще я не слышал. А когда на Майдане все воевали и говорили, и пели, и молились, и о Боге речь шла, может он говорит, я не знаю, может говорит где-то в другом месте, но от сейчас заговорил о том, что нужно поднимать гвардию национальную. Почему мы так быстро переходим к Калашниковым, к автоматам? Почему у нас не хватает веры? А что, Бог такой политикой не займется? Что, Бог не лучше решит проблему Путина? Почему мы о Боге даже не думаем? Или если думаем, только втихаря. А где церковь? На Майдане они все-таки вышли. А где они сегодня? Где наша европейская церковь? Где мы? Кто постится? Кто молится? Где те медиаторы, которые пойдут и решат конфликты нашей родной страны, нашей Родины? Друзья мои, может быть в этом и заключается проблема. Почему мы не есть та церковь, о которой сказано, она есть полнота, наполняющая все во всем? Мне Господь открыл в 98-м году в Канаде. Так и сказал Дух Святой. Ванюша, ты строишь свою церковь, ты думаешь о себе, ты не живешь для ближнего своего, ты делаешь время от времени выходы, знаешь, как те рыцари доброго сердца, да, миссионерская поездка, вырвались на две недели, или на три недели, а потом опять раз и в берлогу медведя и ждем, выжидаем следующего, следующее нападение. Церковь Иисуса Христа получила ответственность быть светом миру и солью земли. И хочу еще подчеркнуть одну мысль. Мы центр примирения, мы свет миру, мы его призванный парламент, который решает проблемы этого мира. Мы в ответе. Мы церковь Иисуса Христа. Ну как, за весь мир, что ли? Вот интересно, что в Новом Завете церковь всегда поместное явление. Нет ни одного местописания, ни одного, посмотрите, ни одного местописания, где употребляется слово «экклесия», церковь, и употребляется оно не в ракурсе поместья, определенного места. Церкви в общем не существует в Новом Завете. Церковь – это церковь в Иерусалиме, церковь – это церковь в Ефесе, церковь – это церковь в Риме, церковь – это церковь в городах. А там, где о местности разговор идет, там всегда употребляется множественное число. Это тогда церкви в Галации, церкви в Азии, церкви в провинции такой-то. А когда разговор идет о церкви в единственном числе, это поместная церковь, она привязана к месту, как была привязана к месту и политическая организация, называвшаяся «экклесией». Павел был гражданином Рима, он не был гражданином Эфеса. И гражданин Рима означает, он в Риме отвечает за Рим, а в Эфесе он просто-напросто посетитель. Я давно заметил, что основная масса наших верующих выбирает свои места, где они живут и работают, не потому, что они серьезно задумываются над своим призванием. Вот почему вы тут? Я понимаю, я тут только две недели, меня уже тянет к вам во Флориду. Погода такая хорошая. Братья такие хорошие. И у вас мир в собрании. Меня просто-напросто магнитом начинает к вам тянуть. Так и хочется переехать. Жена говорит, ты не останешься? Я говорю, опасность большая. Если человеческим умом мыслить, если мыслить своим умом, так ведь вопрос другой. А куда я призван? Вот если бы я переехал в страну, я бы, наверное, во Флориду не переехал, но точно в Австралию. Я люблю Австралию. Я люблю Австралию. Людей люблю. Другая культура. Там все по-другому. И много нашего люда. 130 тысяч только в одном Сиднее. Там интересно, Австралия. Я бы переехал давно в Австралию, если бы по мне. Но ведь по мне не бывает. Ведь я Господь, я Господа люблю, я послан Господа, Господом. Мне надо задаться вопросом, а где мое место? Так вот, если Господь меня оставляет в этой Германии, которую я особенно не люблю, да, и каждый раз должен у Господа вымаливать, чтобы он меня научил ее любить, там постоянно дожди, там постоянно холодно, и немцы выглядят на выпущенных из холодильника людей. Тепла никакого. Я честно вам скажу, я там не люблю жить. Но вот меня туда поставил Господь. И мне нельзя оттуда. Причем не просто в Германию, Германия страна большая, Он меня поставил в небольшой городок, небольшой городок, который называется Беркнейштадт. И в этом Беркнейштадте я со своей маленькой общиной, общиной, которую мы сейчас начинаем строить, мы в ответе за этот город. Мы в ответе за этот город. Мы свет этому городу. Мне Господь сказал, вот оно, твое место. Ты должен тут. А ты почему тут? Что, работу нашел? Место было тепленькое. Богдан понравился. Почему ты тут? Господь тебя сюда привел, или ты здесь оказался? Или оказалась? Это серьезный вопрос. И когда я в церкви помогаю стать миссионерской, первый вопрос всегда связан с вопросом поместного призвания. Вы церковью призваны строить церковь тут? Или, в принципе, без разницы, где молитвен дом поставишь? И у нас получается почему-то так. Все наши евангельские церкви, они имеют молитвенные дома поместного рода. Но за место, где эти дома стоят, не отвечают. Это очень просто. Очертите круг вокруг вашего молитвенного дома в полтора километра. Вот оно, ваше экклесиальное пространство. За него вы в ответе. Так, по Библии. И когда мы это поняли, мы поменяли стратегию, наши церкви радикально изменились. У меня в церкви 22 национальности. 22 национальности. Собрание проходит на четырех языках. И когда мы начали действовать так, мы за пять последних лет покрестили более тысячи человек. Это в Германии. В этой холодной Германии. В этой Германии, которая не любит Господа. Мы взяли на себя ответственность за города, в которых мы живем, за город, в котором мы живем. И Господь начинает нам открывать этот город. Мы свет этому городу. Мы свет этому месту. Мы соль этой земле. И раз у нас там по соседству живут африканцы, значит, надо их евангелизировать. У нас началось английское собрание. На английском языке только для африканцев. Как с ними было сложно. Они же не могут просто стоя петь. Они же все тело поет. А потом поставишь русского рядом с африканцем. Русского так и тянет устроить членское собрание и исключить этого африканца. Ой, как сложно. Ну, Господь дал мир, потому что мы центр мира. Мы центр примирения. Мы свет земли. Мы соль этой земли. Мы свет миру. Мы на месте для того, чтобы люди в нас увидели, как живут братья и сестры в мире. Вместе. И результат ошеломил меня. Никогда до этого я этого не переживал. И с тех пор мы во многих местах, не только в Германии, по всей Европе, даже по всему миру. Я вот совсем недавно был в Ханое, во Вьетнаме. И во Вьетнаме организовывали мы акцию, называется «Лав Ханое». «Любите Ханое». Двадцать две церкви собралось, и все они решили стать церквями Ханое. Мы тут, потому что мы берем на себя ответственность за город Ханое. Это было всего несколько месяцев назад. В этой стране не разрешались библейские школы. Ничего подобного не было возможным. А теперь мне братья пишут. Слушай, министерство, сказал вот этот бывший коммунист, который сюда приезжал, это же коммунистическая страна, и который здесь вас учил любить город, он так правильно говорил, давайте открывайте библейскую школу. Если вы хотите любить город, и жить для города, и жить на благополучии этого города, а кто будет против вас? И в Ханое начинается пробуждение. В прошлом году я был в Нью-Дели, в Индии. Такая же история. Я вам скажу, что по всему миру начинается движение, так называемых общественно ориентированных церквей. Преображение общества становится одной из центральных миссий этих церквей. Общество ко Христу. Общество ко Христу. А ведь так и сказано. Великое повеление нам дано, пойдите во все народы и сделайте из кого учеников? Из кого? Из Вани, из Кати, из индивидов, да? Нет. Из народов. Сделайте из народов учеников. Приведите народы ко мне. Потому что из всех народов соберется экклесия Господа нашего. Иисус говорит Петру, ты, Петр, и на этом камне я буду строить церковь мою, мою экклесию. Христос ничего другого строить не будет. Христос ничего другого строить не будет. Он никогда не будет строить церковь под нас. Он не строит церковь, в которой мы себя будем чувствовать удобно и хорошо. Он строит церковь под себя. Это его тело. Это его церковь. И эта церковь призвана стать светом миру, солью земли и центром примирения. Голосом примирения, посланником примирения в этот мир. И Бог благословит эту церковь. Я вижу в вашей церкви, в библейской школе, в вашей церкви столько прекрасных начаток. И, может быть, вы давно уж так мыслите, как я сейчас говорю. Мне кажется, что много... Я тут родственников встретил. И Виталий Иванович, и мы сидим с ним три минуты, и уже мне кажется, что вроде брат родной. Есть такие, которые вроде родной, и все равно как-то не свой. И вижу многое из того, о чем идет речь в этом тексте. И вот я мечтаю, я молюсь об этом, чтобы в нашем иммигрантском движении на территории США началось движение не просто движение в миссию, а движение в город. Движение в место. Движение в ответственность, которую Бог дал вам. Ждет Америка. Ждет Америка, как та земля, в которой нет больше воды. Потрескалась эта земля. Ждет Америка свидетельства. Ждет. 15% евангельских верующих стало меньше в последние 10 лет в Америке. Это при всей эмиграции, при всех новозаехавших церкви просто-напросто разваливаются. Это здесь у вас. Вы знаете, самая быстро растущая церковь в США это русская православная церковь. Русская православная церковь. А почему туда уходят евангельские верующие, писятники, баптисты, харизматы? Почему они становятся православными? Они устали от американской, от американской такой теневой христианщины. Им нужны примеры. Примеры Экклесии. Вы, вам дан шанс. Большой шанс. Центр примирения в Джаксонвилле. И вот вы ищете молитвенный дом. Новый. Я слышал. Сейчас будете проводить ресторан. Впрочем, первая церковь писятника, которую проводят после собрания рестораны. И у меня сердце начало ликовать. Думаю, поем я с вами последнее воскресенье. Следующее воскресенье. Хорошо, что для меня организовали целый ресторан. Друзья мои. И это очень умно. И очень правильно. И вот сейчас в поиске этого места, в поиске этого места, где будет стоять новый молитвенный дом, будет стоять новый центр, будет стоять новый центр, который построен на будущее, который не просто вместит, ну, тысячу человек больше, а который станет центром для Джаксонвилла, для этой страны, для этого города. И в котором будет не только русскоязычные собрания. Я прошу у Бога каждый день, чтобы наше иммиграционное движение открылось. Понимаете, у нас в Германии, в наших церквях, которые открылись на миссию, каются больше турок, чем в какой-либо другой турецкой церкви. Потому что Бог, Он не зря учил нас в бывшем Советском Союзе. Мы приехали сюда миссионерами. Давайте мы ими и будем, а? И вот в этом новом центре, я надеюсь, вы откроете и откроете центром примирения. Я обещаю вам, я возьму такси. Я попрошу таксиста, чтобы он меня отвез в центр примирения. И я Ему ни слова не скажу, что я хочу в славянскую церковь. И я надеюсь, что Он отвезет меня в вашу церковь. Почему? Потому что по городу прогремит молва о том, что наконец-то появился в нашем городе свет. И поставили этот свет не под колпак, а поставили его так, чтобы Он светил всем. Не только русским. Всем. Я хочу с вами помолиться. Не знаю, вот смотрите на меня таким влюбленным взглядом некоторые из вас, а другие критически смотрят. Вы тоже влюбились, а? Но студенты, я вижу по студентам, некоторые настолько усталые у меня, сидят там, спят. Мне кажется, всю ночь они промолились, правильная или девчонка неправильная. Они ищут свою любовь. Их любовь мучает, наверное. Не знаю, что с ним происходит. Я все это понимаю, да? Ну, а если вы, как я, или уже влюбились, или влюбитесь в церковь, церковь, в которой есть полнота, наполняющая все во всем, Божья гордость, Господь нами гордится. Он имеет право гордиться. Мы не имеем, но Он имеет. Он гордится своей церковью. Он создал, ну, самое красивое, самое прекрасное, самое сильное, самое уполномоченное общество в этом мире. Нет другого такого. Он его создал среди вас. Если вы вот такой влюбленный, или хотите влюбиться, ну, по самые, по самые уши, влюбиться в церковь Иисуса Христа, я вас зову, я вас зову, предстать перед Богом и сказать, Господь, хочу. Я хочу стать членом экклесии, этого парламентского собрания, собранного у нас в церкви на ответственность за город Джексонвиль, за Америку, даже за весь мир. Я хочу. Хочешь? Давай помолимся. Если хочешь, встань, и мы помолимся. Будем молиться, друзья. Молитесь. Скажите Господу ваши мысли, ваши страхи, вашу просьбу. Скажите Ему. Он услышит.